В завершении выпуска новости спорта. В Петропавловске стартовал республиканский чемпионат по мини-футболу среди детей с нарушением слуха. Его проводят в третий раз. За пальму первенства приехали побороться 8 команд из разных регионов страны. Как прошел первый день соревнований, расскажет Илья Кудряков. На паркет выходят футболисты из Атырау и Астаны. В чемпионате участвуют дети с нарушением органов слуха. Всем меньше 16 лет. В отличие от сверстников, им непросто играть. В опасные моменты не всегда могут подать знак для паса или удара. Поэтому все время нужно смотреть на соперников и на своих, на тренера и на судью. Ребята максимально собраны. Важна внимательность и сыгранность, выносливость и скорость. Я только год занимаюсь с этой командой. Конечно, на тренировках бывают сложности. Но мы все равно находим общий язык и хорошо срабатываемся. Как я знаю, на этом чемпионате участвуют самые сильные команды из всей республики. Но я все равно верю в своих ребят. Я знаю, на что они способны. И уверен, что у нас есть все шансы на победу. Принципиальная игра. На поле фавориты чемпионата алматинцы в желтой форме. Команда из шимкентов «Синий». Кстати, южане три года подряд забирали золото чемпионата. Их соперникам доставалось серебро. Два тайма по 20 минут. И снова шимкенцы оказались сильнее. Выиграли со счетом 4-1. Символично то, что в прошлом году мы играли в финале. А в этом открываем чемпионат. Игра была непростая. В первом тайме алматинцы делали много ошибок. И мы смогли реализовать два мяча. Во втором тайме мы немного расслабились. Соперники этим воспользовались и отыграли один мяч. Но потом мы собрались и забили еще два гола. Рассчитываем и дальше побеждать. Всего побороться за звание лучших в Петропавловск приехали 8 команд из разных регионов республики. Играют по круговой системе. Команды разделены на две подгруппы. По четыре команды. И потом будут перекрестные игры. И пройдут 16 числа игры за 7-8 место. 5-6. Финал. 3-4. 1-2 место. Основное выйти из подгруппы. Занять 1-2 место. Чтобы бороться. Попасть в четверку и бороться в финале. Победители будут награждены кубками, медалями, дипломами. Соответствующих степеней. Кроме этого чемпионат является показательным. Лучших игроков могут отобрать для участия во взрослых первенствах на республиканских и международных аренах. Илья Кудряков, Михаил Казначеев. Новости МТРК.